Это видео обзор тестера измерителя температуры, который называется GM1312 марка Benetech. Но это не суть важно, потому что данный прибор может выпускаться под разными марками. Вот так выглядит сам прибор у нас. Работает на трех батарейках типа 3А. В комплекте имеется прибор, две термопары и небольшая инструкция, в которой сказано меры предосторожности и основные моменты по использованию данного прибора. Скажу сразу о некоторых особенностях данного прибора. Сзади есть такая табличка о том, на каких термопарах может работать данный прибор. Собственно это и есть первая особенность, то что кнопкой тип мы можем выбирать тип термопары и подключать соответственно самые различные термопары сюда, не только одного К-типа. Хотя все другие приборы, представленные на сайте Алиэкспресс, они работают только с термопарой К-типа. Но мы можем выбирать любой тип прибора. И вторая особенность, то что в инструкции сказано как мера предосторожности, то что если разность потенциалов между измерительными термопарами будет составлять 1 Вольт, то прибор будет выдавать ошибку. То есть если одна термопара будет сильно нагретое тело измерять, а другая сильно охлажденная, то соответственно прибор не сможет показывать два данных значения на экране. Тогда придется измерять только одно значение, либо нагретое, либо холодное, чтобы разность потенциалов между термопарами не достигала 1 Вольта. После включения подсветка работает около 30 секунд. Вот выбираем тип термопары. Ну в данном случае у меня в комплекте шли 2К термопары. И можем выбрать отображение температур. Можно отображать Т1, Т2 на экране, можно отображать Т1 делить на 2 Вольт или разность данных температур. Также можно выбрать максимально-минимальную температуру, Average, это режим измерения. И также единицы измерения в градусах Цельсия, либо Фаренгейта. У меня есть вот такой вот большой универсальный тестер, который измеряет напряжение, диодная прозвонка, небольшой частотомер до 10 МГц и все прочее. К нему шла в комплекте вот такая термопара. Но данный прибор весит около половины полкилограмма и довольно большой. Вот этот тестер измерения температуры он намного меньше и весит около 200 грамм. Зачем я его купил? И небольшой пример использования. Например, мы можем измерять температуру переохлаждения на терморегулирующих вентиле в холодильном установке. Так, самого вентиля у меня сейчас нету. У меня есть не инструкция к нему. Вот он приблизительно так выглядит. В процессе нам нужно измерить температуру до вентиля и температуру на выходе испарителя или также сразу после вентиля для того, чтобы определить, на какую температуру он переохлаждает. То есть какой-то перепад давления и, соответственно, перепад температуры он обеспечивает хладоагенту в работе. Также данный тестер будет с двумя термопарами будет очень удобен при исследовании или при измерении проверки работы термо-вихревой трубы. На эффекте Джоуля Томпсона, видео, по которому я уже выкладывал ранее. Одну термопару мы будем измерять на выходе холодного потока, а другой на выходе горячего потока. А теперь о небольшом минусе. Вот это термопары, которая шла к другому тестеру. Это две термопары, которые шли к этому тестеру измерителей температур. Вот здесь вот более большой шарик, что обеспечивает ему немного большую прочность. А вот здесь вот шарики, они совсем маленькие и не очень хорошего качества. А причем один шарик был наполовину обломан, что, конечно, не сказывается на работе термопары. Сейчас я покажу это под небольшим увеличением. Вот так выглядит шарик от другого тестера. Вот это вид обломанной термопары. И вот это шарик от хорошей рабочей термопары. Сейчас я его покажу в сравнении с головкой термопары другого тестера. Разница очень... Кстати, вот эта термопара, она из очень жесткого провода, покрытого не очень такой тонкой, не очень такой хорошей изоляцией. То есть в процессе эксплуатации повреждение данного провода, оно вполне вероятно. Но вот эта вот термопара такого типа, она будет стоить дополнительно 70 рублей штука на Алиэкспрессе. Она сделана с более мягкого провода и кончик ее пропаян термоусадочной трубкой, что также будет сказываться на надежности и увеличении срока службы. Вот сейчас на кончик термопары находится в точке, в самой верхней точке пламени, где у нас максимальная температура. И мы меряем температуру горения зажигалки. Я, наверное, не очень ровно держу. Вот так вот. Максимальная температура мы видели около 650 градусов. Фу, даже 700. Почти. А, 695 там было. Ну, не думал, что такое большое. Температура горения будет в обычной зажигалке. Даже до 900 градусов иногда значение доходит. 928 максимум. Ну, вот, собственно, и все. Что я хотел бы сказать вам о данном приборе. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...